Дружная, единая, многонациональная, любимая Россия. Под таким названием прошла необычная художественная акция. Ребята из Лозовской школы-интернат разукрасили бетонный забор по дороге в международный аэропорт. К творческому процессу присоединилась и крымский прокурор Наталья Поклонская. Наша съемочная группа наблюдала за тем, как благодаря совместному творчеству серая стена превращается в настоящее произведение искусства. Теперь вместо серой стены огромные яркие рисунки. Все это своими руками сделали ребята Лозовской школы-интерната. А сама идея принадлежит прокурору Крыма Наталье Поклонской. По ее мнению, данная акция поможет раскрыть не только творческий потенциал, но и проявить чувство патриотизма. Сегодня акция с таким названием «Дружная, единая, многонациональная, любимая Россия». Поэтому на эту тематику дети выражают все, что находится у них внутри, в сердцах, как они это все воспринимают. Необходимо, чтобы дети еще с самого маленького возраста уже воспринимали и хранили те традиции народностей, которые существуют в Крыму, а у нас многонациональный Крым. В течение нескольких часов школьный десант из 30 участников разукрасили несколько метров бетонного забора. Юные художники сделали это быстро и профессионально, ведь делают это не впервые. Ранее, только на другом участке дороги, они уже проявили свои таланты. Для удобства работы на стене уже нанесен трафарет. Ребятам остается проявить только фантазию, выбрать цвет краски и разукрасить. Немного работы и произведение готово. История Крыма глазами детей. Здесь изображены народы, знаменитые места республики. Например, Ласточкино гнездо и, конечно, любимая школа. Мы рисуем нашу школу. Школа хорошая и мне нравится в ней. На выполнение работы у ребят ушло несколько литров краски. Кроме того, подшефное ведомство позаботилось о том, чтобы полностью обеспечить школьников всеми необходимыми инструментами. Краску приобретала прокуратура. Вот фартушки, перчатки резиновые, емкости для того, чтобы развести краску. Кисточки привезли нам. Краски очень много. Три ведра привезли, я так думаю, где-то килограммов по десять. И плюс еще баллончики разноцветные. Видя результат ребят, Наталья Поклонская решила не оставаться в стороне. И сама взялась за краски. Вместе с юными художниками она необычно разукрасила часть стены. В качестве кисти выбрали собственные ладони. Ольга Савенко, Андрей Трещук. Время новостей.